Всем привет! Сегодня с вами Виллисов Иван и в сегодняшнем видео я бы хотел прежде всего поздравить всех своих подписчиков и всех остальных, кто смотрит это видео с наступающим Новым Годом. Поскольку на момент записи этого видео у нас сейчас уже 31 декабря, уже очень-очень скоро наступит Новый Год, поэтому хочу всех своих подписчиков, коих набралось уже ни много ни мало за время существования канала 3000 человек, хочу от души поздравить с Новым Годом, пожелать счастья, здоровья, самое главное, и всяческих успехов, чтобы все в жизни ваше складывалось хорошо. Спасибо вам за то, что остаетесь со мной на моем канале, благодаря вам канал развивается, набирает обороты, 3000 человек это конечно же по меркам интернета очень мало, но тем не менее я надеюсь, что будет канал развиваться и дальше, и к следующему Новому Году число подписчиков хотя бы удвоится. Отдельно хочется поздравить тех видеоблогеров, с которыми я время от времени общаюсь и которые занимаются по сути похожим делом, тем же что и я. Отдельно хочется поздравить Вячеслава Чистова и как хорошего видеоблогера и как частого посетителя моего канала. Практически под каждым видео Вячеслав оставляет свой комментарий, либо с критикой, либо с похвалой, либо там с чем-нибудь еще таким. В общем, Вячеслав, спасибо за поддержку, удачи, счастья тебе, радости в Новом Году. Отдельно хочется поздравить Евгения Матвеева, ведь когда-то именно его деятельность смотивировала меня начать снимать видео и впоследствии во многом благодаря его ресурсу питстопсати.ком мои видео, как я уже говорил, продвинулись на ютубе, начали набирать подписчиков, просмотры и так далее. И также хочется еще двух ребят поздравить, которые тоже занимаются хорошим делом, помогают людям в вопросах по ремонту мототехники. Это Сергей Цурко и Александр Далькевич. В общем, тоже хорошие ребята. Спасибо вам за ваш труд. Поздравляю вас от души с Новым Годом. Желаю, чтобы все у вас было хорошо, чтобы был материал, который нужно снимать, чтобы технику на ремонт катили всякую интересную и, в общем, чтобы все-все-все, чтобы было хорошо. Ну и также, конечно, неприлично получается, что от четырех человек, остальных видеоблогеров, которые занимаются техникой, занимаются чем-то интересными какими-то делами. Всех-всех-всех поздравляю с Новым Годом, чтобы никому не было обидно. И, в общем, на такой положительной ноте, наверное, давайте перейдем все-таки к основной части данного видео. В общем, я решил сделать такой небольшой подкастик и ответить на вопросы, которые довольно часто мне задают в комментариях. Я составил себе небольшой списочек и собираюсь в течение ближайших нескольких минут ответить на интересующие подписчиков вопросы. Поехали! Один из вопросов, который в последнее время пользуется довольно такой большой популярностью. В общем, спрашивают люди про корч. В общем, корч, где-то я ляпнул в одном из видео, и, в общем, с тех пор так оно и повелось. Короче, в прошлом году, 1 января, я снял видео, в котором сказал, что хочу объединить велосипед и мотор от бензопилы Дружба. Было это, как я уже сказал, 1 января, видимо, новогодняя ночь как-то подействовала на принятие данного решения. В общем, назвали этот проект с моей подачки, где-то я что-то ляпнул, и, в общем, прозвали его Корчом. Ну, и впоследствии я его стал называть так же. В общем, узнают, спрашивают люди, пытаются узнать, что с Корчом. Покажи, как он едет, в общем, покажи, как он работает, состояние, там, кто-то даже спрашивал, неужели ты его продал, почему видео не снимаешь. Но я сомневаюсь, что данный драндулет кому-то нужен. В общем, что я могу сказать про данный, скажем так, проект. В общем, я на нем ездил, я его там так кисточкой покрасил, три полоски Adidas на нем нарисовал. Короче, теперь черно-белый цвет имеет покрашенный, ну, так скажем, типа Red Look, такой, типа этот, Жорик Ревазов, там, копейку задрочил, которую заржавил. Вот, короче, что-то подобное получилось, так, типа, весь такой, это, бомжарский мопедик получился. В общем, что я могу сказать по поводу того, что едет или не едет. В общем, я на нем ездил, но ездил довольно немного и не быстро. В общем, спрашивали по скорости, сколько он ездит по скорости, разгоняется. В общем, по ощущениям, я на нем разгонялся километров 30-40. Но это было там на задворках, вообще, и было очень страшно, поскольку тормоза я на него так и не придумал. А выбег, то есть накатом велосипед идет-то очень хорошо. И, короче, километров 30, может, даже 30-35 километров я на нем разогнался. С места трогается он, конечно, туговато, но потом, как бы, скорость поддерживает хорошо и на скорости начинает нормально так разгоняться, ускоряться. В общем, он едет, его нужно на данном этапе доводить до ума, придумывать на него какие-то тормоза. В общем, придется, скорее всего, если буду дальше что-то с ним делать, ставить на него тормоза ручные, как на обычном велосипеде. И, в общем, случилась впоследствии с ним такая шняга. У него, в общем, как я делал привод, я сзади на колесо, прям поверх на одну звездочку наваривал другую. Поскольку нужно было изменить передаточное число, чтобы он поехал. Я назад приварил звезду, которая стояла на педалях, большая. Я ее приварил на колесо, прям поверх на одну звездочку, на другую. В общем, все ездило до тех пор, пока не вырвало звезду, прям из колеса. Там, короче, все разворотило вообще, поскольку двигатель хоть и старый, хоть он из бензопилы, но объем у него 94 кубика. И, в общем, тяга у него довольно хорошая. И как-то я начал на нем трогаться. И, короче, там разворотило барабан весь. Там что-то даже спицы, по-моему, несколько штук вырвало, звездой зацепилось. Короче, надо как-то придумывать там или ставить колесо другое. Или что-то, в общем, с ним делать. Короче, на данном этапе сейчас он лежит разобранный. Рама лежит в одном углу, двигатель лежит в другом углу. И, в общем, пока ничего с ним, нечего, короче, пока что с ним делать, с этим мопедом так называемым. Поэтому как-то вот так вот никуда его не продал, не выбросил. В общем, просто он лежит сейчас разобранный. Надо что-то там доводить его помаленьку. Но сейчас, во-первых, зима, да и много было других дел. В общем, некогда было им заниматься. И вот он так лежал. А сейчас холодно. Вообще дело с ним, ничего не охота. Так. Много слов сказано было. По сути, ни о чем. И давайте, наверное, сейчас поговорим. Тоже часто спрашивают про Dio, мать твою, 27. Dio 20CM, которая была куплена у одного раздолбая за целую тысячу рублей. В общем, для тех, кто хочет узнать состояние, можете посмотреть, по сути, последнее видео. По этому, скажем так, проекту. И с момента съемки этого видео ничего абсолютно не изменилось. Не сдвинулось ни взад, ни вперед. Вот как было, так и осталось с тех пор. Поэтому мне как бы тут нового ничего сказать я не могу. В общем, для тех, кто хотел узнать, будут ли еще видео по этому проекту. Видео будут по-любому. Поскольку там, несмотря на то, что много уже было довольно работы сделано, там все равно работа еще не початый край. И очень много еще нужно сделать. Первыми видео ждите, наверное, скорее всего, это будет ремонт и покраска пластика пока что. А потом далее уже там окончательная сборка мотора, окончательная сборка мопеда. Там проверка его ходовых качеств будет. В общем, для того, чтобы мопед поехал, на него, на данном этапе, необходимо докупить крышку вариатора с механизмом кикстартера. Сцепление, вариатор и колеса. Вот это получается 4 вещи. Ну, скажем так, сумма там нормальная такая получается. Можно, конечно, где-нибудь по дешевке на разборке БУ найти, но все равно сильно-то дешево не получится взять. В общем, вот нужны вышеперечисленные запчасти и мотор, в принципе, можно будет ставить на раму и он поедет. Далее остается там только, по сути, косметический ремонт. Необходимо залатать пластик, покрасить, необходимо перетянуть сидение и, скажем, все на этом, в принципе. Больше там навскидку я так не вспомню, что еще нужно сделать. Кто-то недавно спрашивал, как ходит мое внедрение в мотор бронзовая втулка, которую я поставил вместо верхнего игольчатого подшипника. В общем, я ничего пока сказать не могу ответить на этот вопрос, поскольку мотор не ездил в общей сложности. Если он там полчаса проработал, то это в лучшем случае. Скорее всего, он проработал даже еще меньше, поэтому объективно не могу ответить на этот вопрос. Ну, пока что работает никаких вообще отрицательных, впрочем, как и положительных эффектов я пока не увидел от этой втулки. Возможно, стоит снять поршневую, посмотреть, что там с моей росточкой, с моей хонинговкой колхозной. Впоследствии я ее там, правда, сделал немножко по-другому, но не буду говорить, а то опять тут начнется срач кирпичами, каким образом я ее делал, поскольку то, что я показывал в видео с росточкой, там тоже вызвало немалые горы кирпичей в комментариях, как я сделал хонинговку, что так делать нельзя. В общем, ладно, хрен с ним, скажу, как я ее делал. Короче, взял я поршень первого ремонта, поскольку я в четвертый ремонт растачивал, там зазор в миллиметр аж целый получился. Если поршень первого, не первого ремонта, а нулевый поршень, если засунуть в этот горшок, то там нихреновая такая щель получается. В общем, взял я поршень, проделал ему в шапке дырку, ставил туда болт и пропилил поршень, то есть как бы поршень-цилиндр пообразующий. Я сделал прорезь и обмотнул его наждачной бумагой, чтобы она так плотненько в цилиндр входила. Как я уже говорил, вставил в эту дырку в шапке поршня болт, зажал в дрель и крутил и дрочил туда-сюда этот цилиндр. В общем, так на вид, не знаю как на качество, в общем на вид сетка получилась вообще просто охренительная, как на заводских поршневых. Поэтому мне все-таки даже сейчас самому интересно, будет она ходить или нет, наверное, через какое-то время я сниму поршневую и посмотрю, осталась ли там сетка эта еще у меня. Думаю, что она должна была остаться все-таки. В общем, предвидя горы кирпичей, опять в комментариях, по поводу того, что так делать нельзя, что такая хонинговка ходить не будет. В общем, я скажу для тех, кто не знает, для шкалолоидов, которые не знают, которым надо, чтобы все было четко. Или для людей городских, я-то пацан деревенский, колхозный, для людей городских, у которых есть возможность взять горшок, принести его мастеру. Он все расточит, отхонингует, все четко сделает. В общем, я вам расскажу историю о том, как у нас в деревне раньше растачивали горшки на всяких там мотоциклах. И, впрочем, хонинговку-то делали так же. Она, по сути, сама получалась после этой расточки. Брали полено, обтачивали его, ну, даже не обтачивали, а там, обтесывали топором, обструдивали рубанком, как могли, придавали этому полену цилиндрическую форму, чтобы оно впритык пролазило в горшок. Обматывали его наждачной бумагой и поехали, сидели, шоркали, тудой-сюдой, назад-вперед, назад-вперед. Шоркали до тех пор, пока не вышаркивался цилиндр до нужного диаметра. Получалось ровно, ни о какой там расточке на токарном станке никто не слышал, не знал никогда. Там на специальных расточных станках, на специальных приспособлениях, о хонинговке тем более расточили. Поршень там где-то нашли ремонтный, поставили. И долго и счастливо ездили, и ничего с этими моторами не случалось. Поэтому ничего с моим мотором тоже не случится. Все с ним будет хорошо. Теперь дальше. Часто спрашивают, как называется мой скутер, который китайский, синий. Я уже на этот вопрос под многими видео отвечал в комментариях, но все равно спрашивают. В общем, скутер мой называется Lefan ZIT. Через дефис пишется. И дальше название LF50QT8A. Из названия этого, из этой маркировки можно узнать, что он изначально 50-кубовый. И остальные цифры хрен узнать, что значит. Как говорится, едите со своими цифрами. Короче, Lefan ZIT. Lefan это китайский производитель мотоциклов. Но, скажем, не только мотоциклов. Также еще производят и автомобили Lefan. Возможно, кто-то видел. Возможно, кто-то не видел ни разу. А ZIT это завод имени Дегтярева. Конкретно тот завод, на котором собирался мой мопед из китайских комплектующих. Находится в Коврове, если верить документации. Поэтому вот Lefan ZIT. Теперь дальше. Часто спрашивают в последнее время. Типа, что за мастерская? Я в одном из своих видео уже говорил. Мастерская деда моего часто фигурирует в последних моих видео. И один такой из вопросов был. Почему мопеды в ней не ремонтируешь? Ну, скажем, потому что в ней довольно мало места. В ней, конечно, много приспособлений всяческих. Но, чтобы туда тащить мопед, там будет очень тесно. Там, помимо всего прочего, стоит еще и трактор самодельный, на который я хочу впоследствии тоже снять обзорчик. Наверное, все-таки ближайшее видео. Ждите как раз обзорчик этого трактора. Но на данном этапе, на данный момент пока что придется обойтись без ходовых испытаний, поскольку зимой на нем что-то неохота мне из гаража выезжать. Потом сами узнаете, почему. Вот. Как бы, ну, я бы не стал говорить все-таки, что я не занимаюсь ремонтом мопедов в этой мастерской. Я разве что не притаскиваю туда свои мопеды целиком, в этот гараж, поскольку там очень тесно станет. Зато я туда таскаю запчасти, если надо какие-то ремонтировать с завидным постоянством. То есть, как бы, все, что я могу сделать в своем гараже, я делаю в своем гараже. Если что-то нужно сделать на, допустим, токарном станке, или на сверлильном станке, или с помощью гидравлического пресса, я все тащу туда, в этот гараж, и делаю там. Поэтому я бы не стал говорить, что я не занимаюсь там никаким ремонтом. Ну и помимо всего прочего, там делаю еще очень много всякой фигни, полезной и бесполезной. Там довольно много приспособлений. Помимо вышеперечисленных, есть точечная сварка, есть точильные станки, дрочильные, там всякие разные. Потом следующий вопрос. И, наверное, закончим на этом, поскольку и так уже что-то видео длинным получается. Я рассчитывал пораньше закончить. Про квадрики и мотоциклики. Часто вижу такие комментарии у себя в комментариях. Мол, завязываю уже с этим детским садом, там с мопедами, велосипедами, там со всякой фигней. Переходи на квадроциклы и мотоциклы. В общем, что я хочу сказать. Было бы на что переходить, я бы перешел бы уже давно. Но дело в том, что квадроциклов... Ну, ездит у нас квадроцикл один тут в радиусе 50 км. Один квадроцикл ездит. Но он пока ездит, ни разу не ломался. Поэтому я так, кроме как с внешним осмотром, к нему не подходил ни разу, к этому квадроциклу. Что касается мотоциклов. Мотоциклов серьезных тут как бы тоже у нас нету. Вообще нифига. Все советские мотоциклы, там на них ездят взрослые дядьки. И они сами их ремонтируют. Если что-то нужно сделать с ними. Сами все это в своих силах сделать. Поскольку дядьки опытные. А мне вот конкретно прикатывают то, чем я занимаюсь. Это мопедами. Девки прикатывают, которые там родители им покупали мопедов. Они, кроме как ездить и бензин в него заливать. Некоторые то не умеют. Ничего не могут больше с ним делать. Вот они и прикатывают весной. Там, помоги, мопед не заводится. Не знаю, что делать. А там аккумулятор разрядился или бензин кончился. Ну или там совсем уж школота какая-то там. Мопед прикатило. Карбюратор почистить. Или ролики потяжелее поставить в вариатор. Чтоб максимально скорость больше стала. Вот в общем. Как-то вот так. Было бы на что переходить. Да я бы с удовольствием вообще. С радостью. Чем-нибудь бы тоже другим бы интересным бы занялся. Но нечем. Поэтому как-то вот так. На этом, наверное, на сегодня закончим. Всем спасибо. Благодарю за внимание. И еще раз всех с наступающим Новым Годом. Пока. 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 Продолжение следует...